Детям замещающей семьи, развития института приемных семей, развития патронатных семей, развития института усыновления, мы, надо сказать, не без удовольствия приехали в Пермскую область, потому что Пермская область в последние годы в этом направлении добилась очень существенных результатов. Мы знакомились с этим опытом и раньше, и, надо сказать, я порадовался возможности поговорить по этому поводу сегодня пообстоятельнее. И если бы вы поддержали это мое предложение, я бы попросил в нескольких словах охарактеризовать суть тех мероприятий, которые проводятся на территории Пермской области, по работе с дезадаптивными семьями, асоциальными семьями, по работе с устройством детей в приемные семьи губернатора Черкунова Олега Анатольевича. Секундочку, секундочку. Мы попозже к этому перейдем. Все-таки основная тема нашей сегодняшней встречи – это национальные проекты. Демография – крайне важное направление нашей деятельности, это следующий шаг. Без всяких сомнений, низкие доходы, значительные части населения нашей страны являются существенным ограничителем роста рождаемости. И поэтому считаю наши планы по оказанию помощи этим семьям правильными и обоснованными. Мы сейчас об этом еще поговорим, но мне бы хотелось вернуться непосредственно к национальному проекту здравоохранения. Здесь мы говорим о улучшении материально-технической базы здравоохранения. Мы говорим о создании высокотехнологичных центров оказания медицинской помощи по всей территории Российской Федерации. Мы говорим о увеличении поставок автотранспорта, об увеличении заработной платы в системе здравоохранения. И как первый шаг – это увеличение заработной платы в первичном звене здравоохранения для среднего звена. Но мы не должны забывать и о специалистах. Вы знаете эту тему, она остро дискутируется в профессиональной среде медицинской. Мне бы хотелось послушать вас на вот эту тему, что вы думаете по этому вопросу и как предполагает министерство решать эту проблему. И вас, и вот как раз на эту тему лучше бы я послушал губернатора. Как это видится с его точки зрения, с точки зрения руководителя региона? Пожалуйста. Первое. Вне всякого сомнения, первый шаг, который сегодня сделан по повышению зарплаты специалистам первичного звена – шаг революционный. В Коми-Пермятском округе средняя зарплата чуть больше 5000 рублей, при этом специалисты первичного звена теперь имеют среднюю зарплату 18000. Такого не было никогда. Теперь о том вопросе, который обозначен. Кроме этих вопросов надо решать по всем остальным специалистам. Мы подняли зарплату бюджетникам на 20% вот на данный момент времени. Уже принято решение, что осенью мы поднимем еще на 10%. Это говорит о том, что вместе со всеми бюджетниками, с учителями в том числе, врачи получают повышение заработной платы. Плюс к этому эту задачу можно решать и другими методами. Диспансеризация. Это те деньги, которые дополнительно придут в лечебные заведения. Это те деньги, которые могут пойти на повышение заработных плат. Только что говорили о родовых сертификатах. Это тоже тот механизм, который влечет повышение заработных плат врачам. И эти цифры сегодня обсуждались существенным образом. От 20 до 50% повышены зарплаты в этом звене. Иными словами, повышение зарплат врачам и узким специалистам. Это вопрос системы, которая уже запущена. И я думаю, что эта задача будет решена. Михаил Юрьевич, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы назвать общую цифру медицинских работников, которые, по нашим оценкам, в этом году будут вовлечены в этот проект. И в отношении которых произойдет значительное, заметное увеличение уровня их материальной обеспеченности. Итак, когда мы в начале нашего доклада информировали вас о цифрах тех, кто получил прибавку на данном этапе, это 68 тысяч, более 68 тысяч врачей, работающих в первичном звене, и более 76 тысяч работников среднего медицинского, среднего звена, среднего медицинского персонала, то это около 150-160 тысяч. Общее же количество тех, у кого будет увеличена заработная плата в этом году в рамках реализации национального проекта, и это увеличение произойдет в 1,8-2 десятых раза как минимум, это 430 тысяч медицинских работников. Это, по сути, более чем 27-28% от общего количества работников здравоохранения, которые работают на различных должностях в Российской Федерации. Полагаю, это моя личная оценка, что на первом этапе такое решение оправдано, и на этом этапе, когда мы поставили основную задачу укрепить первичное звено медико-санитарной помощи, для того, чтобы добиться и сокращения очередности на исследования, и сокращения очередности на диспансеризацию, добиться уменьшения платности медицинских услуг в первичном звене, добиться в конечном итоге увеличения ее доступности, и как результат увеличения ранней выявляемости заболеваний, и введения постепенно того, что всегда было доброй традицией российского и впоследствии советского здравоохранения, а именно усиления профилактической компоненты, нам представляется, что вовлечение в этот проект 430 тысяч медицинских работников, уже серьезно замотивированных на качественные и количественные показатели труда, это неплохой первый шаг. А что Вы думаете по проблеме организации самой системы оплаты труда в отрасли? Уважаемый Владимир Владимирович, Вы с каждым вопросом ставите все более острые и непростые проблемы в повестку дня. В общем, мы готовы к их обсуждению. Доложу Вам, что вопрос о модернизации системы оплаты труда работников бюджетной сферы находится в плане правительства на этот год. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, был рассмотрен Трудовой кодекс во втором чтении, где были внесены поправки в 144-ю статью Трудового кодекса, которая дает нам возможность создавать более гибкие системы оплаты труда для работников бюджетной сферы, в том числе ориентированные на так называемые тарифно-квалификационные группы. В ближайшее время мы вынесем этот вопрос на обсуждение Дмитрия Анатольевича в рамках подготовки к заседанию правительства, где эта тема будет рассматриваться, и рассчитываем, что до конца года предложения, абсолютно ясно сформулированные и адекватные масштабу тех преобразований, которые сейчас проходят в здравоохранении, будут подготовлены. Мы попросим Ивана Ивановича Дедова по этому вопросу тоже сказать. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Конечно, те направления, которые вошли в национальный проект здоровья, исключительно актуальны. Это и первичное звено, сельская медицина практически исчезла, это и скорая помощь, высокотехнологичная медицина, это не только в федеральных центрах. Диспансеризация сегодня звучит много раз. Это приоритет и прерогатива здравоохранения нашего, когда Всемирная организация одобрила и переняли даже абсолютное большинство стран мира, назвав его как мониторинг здоровья. Сегодня мы возвращаемся к диспансеризации и, следовательно, к первичной профилактике, то есть то самое профилактическое направление. Я могу сказать, выбранная вот когорта, возрастная 30 и 55 лет, по статистике это 47,5 миллиона человек. Как специалист в области диабета могу сказать, что на одного обратившегося сегодня 3-4 человека, больные уже с сахарным диабетом, и они не подозревают синдром усталости, повышенное давление и так далее.